АПЛОДИСМЕНТЫ Уже пяти лет можно было встретить на воротах многих столичных храмов и монастырей. Сотни людей стали студентами таинственного института, о котором ничего не знают ни в Министерстве образования, ни в Патриархии. А ректором, финансовым директором, преподавателем и автором всех учебников для странного вуза был один единственный человек. Почему сегодня он находится последствием? И кто он на самом деле? Подвижник или обычный мошенник? Тема программы сегодня – расплата за обучение. Добрый вечер. Наш первый герой – Леонид Росиславович Шабалин. Его обучение длилось всего несколько дней, но чтобы расплатиться со своей учительницей, ему пришлось продать собственную квартиру и оставить свою большую семью без крыши над головой. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, что с вами произошло пять лет назад? Пять лет назад у меня умерли родители один за другим. И попал я в очень серьезное угнетенное состояние. И вот в этот момент встретилась мне женщина, которая называлась матушкой, женой священника. Ну и вцепилась в меня, как услыхалось, что у меня больная мама, а у мамы двухкомнатная квартира. И все. А его мужа священника вы видели? Вы знаете, видел. А он действительно священник? Да нет. Просто в том состоянии я уже не критически относился к тому, что мне говорят. Ну, а она сказала, место, где служит ее супруг, что можно прийти на службу? Да, она говорила, что он, я не помню, какое звание она называла, в Петропавловской церкви она говорила. Почему вы стали безоговорочно доверять этой женщине? А вы знаете, столько времени она мне уделяла. Нашла она мне порчу. И три месяца с меня ее снимала. Почти каждый день. Простите, а вы слышали, что для православного человека совершенно не характерно заниматься снятием порчи, так называемой? Я понимаю, но я вам еще раз говорю. Не в том ее состоянии находился, чтобы это понимать. Это правда, что малышка Татьяна даже говорила голосом вашей умершей матери? Интонации моя мама использовала, слова, словосочетания. И этим, как говорится, еще больше располагала у меня к себе. Тепичная ситуация. Человек переживает стрессовое состояние, он гораздо более внушаем и попадает под влияние лидера секты. О чем вам рассказывала малышка Татьяна? Про свои подвиги на духовном поприще, как она спасла там, как там из петли вынула кого-то, как там она, благодаря ей, с голоду кто-то не умер, сообщила мне, что скоро будет конец света. Как вы восприняли эту информацию? Ну, вы знаете, сначала я не очень понял, о чем разговор. Какой конец света? Как? Вроде ни что не предвещает. Ну, это ты просто не знаешь. Вот тебе книжка, дала мне книжку Эрнста Мулдашева. Ученый человек, говорит, от науки. Вот тебе, говорит, доказательства. Вот он выкопал. Дашь факультист, не имеющий никакого отношения ни к христианству. Я понимаю. Я еще раз вам напомню о моем состоянии. Вот только что похоронила родителей. А тут следом она мне говорит, и дети твои умрут. Погибнут от этого конца света. И у меня плавно все это перетекло из одного состояния в другое состояние. Она предлагала какие-то пути спасения? Конечно. Она подождала немножко и сказала, вот спастись можно. Сибирь вот не будет затронута. Нужно продать квартиру, отдать мне деньги. Я тебя спасу. Куплю тебе дом в сибирской деревушечке. И там переживешь конец света со своими детьми спокойно. А какие у вас взаимоотношения были с этой женщиной? Не было ли интима, вы хотите сказать? Я просто скажу, может быть вы влюблены, может быть у нас какой-то роман был. Я боялся ее. Как кроли, куда вы боялся? Давайте сейчас, я думаю, что мы увидим, так это или нет. Потому что Татьяна Александровна Павлова приехала к нам на программу. И уверена, что все, что вы рассказываете, это просто полный бред. Встречаем Татьяну. Татьяна Александровна, вы узнаете этого человека? Да, аферист. Аферист? Вот он здесь рассказывает, что вы удав, он кролик. Вы его подтолкнули, чтобы он продал свою квартиру, переехал в Сибирь. Он ждал конца света, который вы ему обещали. Все врет, это наоборот. Он мне говорил. Он мне говорил, над твоим домом черный крест висит. А что он не дает сказать? Сынам случится беда, если ты не будешь меня слушать. Короче, когда у него умерла мама, он говорит, помоги мне продать свою квартиру. Ну я отказывалась. Сказала, как тебе не стыдно, Леонид? Ты далеко зашел? Ты хоть башкой своей соображаешь, что-то вытворяешь? Ты куда притащился? И меня сюда? Эх ты! Короче, потом он, значит, меня мучил долго, вот, колумеет. Помоги, помоги. А почему ко мне обратился? Потому что у меня в церковь, бать, у меня муж, отец Владимир Кострыкин. Я вас знаю прекрасно, вы его тоже, вы знакомы. Вот, теперь. Вот, ну и ладно, я вас зато хорошо знаю. А где он служил, в каком храме? Ну он вам же ответил, он сейчас по телевизору Петропавловскому служил. Где? Где это? Он умер. Где этот храм Петропавловский? Это в каком городе? Ну, город Самары. А тогда вы не могли бы, пожалуйста, сказать «тропарь» перед верховым апостолом Петру и Павлову? Андрей, я говорю, что он ко мне обратился, потому что... Нет, вы не могли бы, пожалуйста, нам сказать «тропарь перед верховым апостолом Петру и Павлову». Сейчас, давайте послушаем, я понял, что она обманывает, да? Мужчина, который приехал на эту программу, позвонил и пытается очернить кипит Татьяны. Вот если она матушка, это священник из Петербавловского храма, она тропарь знает. Если нет, она тропаря знать не будет. Да подожди своим этим самым перебиваешь. Уже ясно. Потом знаешь, что он мне говорит? Я говорю, что ты спешишь? Он говорит, ну, две причины. Второе, он говорит, вот сейчас летит планета, и будет конец света. То есть это Леонид вам говорил про конец света? Ну да, я ему говорю, никакой планеты не будет. Он говорит, короче говоря, потом он мне, значит, дает денег. А я листочек этот потеряла, где он мне расписывал своей рукой, где сколько он давал мне, какими копюрами, денежки. Вот, теперь, значит, я через два года это нахожу. А зачем он вам давал деньги? Купить ему квартиру, дом. Я говорю, а ты что дал, там остается нет ничего. Я привожу его в УБЭП, он меня уже в УБЭП приглашает. То есть я ему говорю, ты что делаешь? Леонид, ты что? Ты же врешь. Он говорит, ну и что, мне нужны деньги, мне нужно много денег. Я говорю, а при чем здесь я 160 рублей? Почему 160 тысяч, ты меня спрашиваешь? Ой, вы так подробно рассказываете. Я только не понял, вы в психбольнице с ним познакомились или где? Нет, он отгружал одну женщину. Вы сейчас только что рассказывали, мы, вот все наоборот, Леонид. Он врет все, аферист, он помогает деньги, его вообще тюрьма по нему плачет. Одну секунду. Тюрьма плачет. Когда вот эта матушка Татьяна, взяв у меня деньги, уехала в Сибирь. Какую сумму? Меня жена отправила к психотерапевту на, ну, на прием. Сумму? Позвольте назовет сумму. Этихотерапевт со мной поработал, несколько встреч, реабилитационные прогрессы. Он сказал тебе, у тебя мышление луч, мне бы такое. Да, и после этого я, Малик, пришел в себя. От чего туха? И Полька мне подсказали, как приедет эта твоя матушка, возьми, говорит, с ней навстречу диктофон и запиши, потому что иначе тебе никто не поверит. Давайте послушаем эту аудиозапись, она сегодня есть у нас на программе. Внимание. Так он мне ответил. Ну, не забыл, что случилась беда. Такой крест черный наддумал был, что не пожелаешь ей врагу никакому. Ты что говоришь, ты под соображением ножки надо дать. А это чей голос? Чей это голос, Татьяна Алексеевна? Я не знаю, ну, не мой. Ну, это ваш голос. Нет, это ваш голос. А это он так подзвязывается. Голос, конечно, ваш. Скажите, пожалуйста, а дом вы ему купили? Это даже... Дом вы ему купили? Так он денег-то бы не сказал. Он не дал денег на дом. Не дал, слава богу, не дал. 17 тысяч. Я ему вернула. Где деньги? Я ему вернула. Не всю запись привели, не всю запись. Она вначале говорит, твой дом оказался счастливым. И огород там, и баня там. Вы были там, вы видели это. Ваш голос, мы узнали, здесь все видно, в принципе. Вы его разрулили на бабло. А совет теперь обвиняется. Ваш голос, что не видно? 54 тысячи. Смотрите, в каком состоянии это было. Да ты не мой, вообще голос не мой. А если вы не матушка, то зачем вы говорили, что вы матушка? Почему, если у меня муж служит в церкви? Вы даже вот не слушайте. Я вам говорю, он мне дал 54 тысячи. Я хочу даже сказать, престольному празднику. Она не была, в котором в браке служил, во жительство было чистейшей водой. А все-таки вот здесь Ирина сказала, что ей кажется, что у вас были какие-то отношения. У меня такое ощущение, что мы находимся при семейной разборке. Вот они точно, у них что-то было, Ирина, согласитесь. Ну конечно, делю тут я не понимаю. Потому что, понимаете, предположить, что вы совсем, ну, душе попалось странно. У вас были какие-то отношения, скажите, Татьяна? Вы понимаете, что вы такой наивный мальчик, странно. Требовал блуда. Был ли блуд? Женщик, мы разбудить, чтобы квартиру продать. Нужно с ней заняться сексом. Леонид, ты не болтай, или тебя я тоже посажу. А потом обвинила меня в том, что я вот не разбудил мне эту энергию, поэтому я 160 тысяч всего за квартиру получил. А ты мне дал сколько? 54 тысячи, да? 54 ты мне дал? Везде, говорит, виноват. В руках виноват. Если она позиционирует себя как матушка, жена православного священника, то совершенно не вяжется с этим то, что она дает читать книги Мулдашева, то, что она вещает о конце света. Это совершенно не православный стиль поведения. Вот только я понял, что когда она пришла, я сказала, планета переносится на осень, там, на ноябрь, на октябрь. Какая планета, ты мне говорил. Вот, вот, вот. Татьяна, ну сейчас будет конец света или нет? Кстати, сейчас планете, конца света не будет никогда, вообще не будет. Это вообще нелогично. Зачем нас создавалось здесь небесное? Он сказал, ты мне 160 должна отдать. Я говорю, почему? Он говорит, за то, что ты мне не смогла доказать, что планеты не будет. Только у вас есть шанс подать, суд доказать, что он вас... Да, я сейчас, вот, я приехала, я сейчас, конечно, подам в суд, потому что раз так далеко зашло. Хочу вас предупредить, барыня, у меня есть еще две аудиозаписи у нас в беседе. Вот это вот голос, кстати. Александр Леонидович, кто для вас здесь потерпевший, а кто жертва в этой истории? Это у меня голос подработал. Нет, конечно, жертва, это человек, которого она облапошила. Она врет, она совершенно не имеет отношения к православной церкви. Она не матушка. И поведение, поведение типичной аферистки, которая пользует методом цыганского гипноза. Поведение Татьяны очень похоже на поведение цыганок. Именно их способ, скажем, задурить голову. Вначале что-то угадать, завоевать доверие, потом испугать, и потом предложить выход. Вы знаете, это всем хочу сказать, они умеют это делать, а мы не умеем это видеть. А научиться этому может любой нормальный человек. Или с помощью батюшки и церкви, или с помощью науки психологии, которая совершенно не за семью печатями. И очень помогает людям. Мимо вот таких случаев проходить нельзя, потому что все мои ближние как-то не придали значению тому, что со мной происходит. Вот если я увижу, что кто-то происходит с ними подобное, я мимо не пройду. То есть человека в депрессию нельзя оставлять и нужно поддержать? Он в ней не был. Вы что, маме за 80 лет, уже она старенькая была, лежала, говорят, у него вообще. Чего любить, раз маму старенькую, уже можно не любить, да. Старенькую маму чего любить, от этого депрессии не бывает. Да она больная уже не говорит. Ну а вас, Татьяна, чему эта история научила? Ну меня научила чему? Что больше вообще не власть в таких помощницах. Он меня целый месяц уговаривал, просил. Целый месяц. Я никак не соглашался продавать квартиру, и концы света, и смерти, и никак. А потом она мне сообщила, что жена не любит, тебе жена изменяет. А поскольку она из меня вытянута, что я жену очень люблю, она мне ударила именно по этой точке, что жена тебя не любит. И она заменить жену хотела? Да уж конечно. Я так понял, что да. А где сейчас ваши деньги, Леонид? Вот у ее знакомых и у нее остатки. Часть они мне отдали, а часть нет. Стоп, 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 ты мне 57 дал? 60 я тебе вернула. В общем, в общей сложности с двухкомнатной квартирой я получил 152 тысячи. 106, а ты мне сказал 160. Что вы сами хотите вот после этой программы? Знаете, я хочу, чтобы люди вот увидели этого человека. Так, и что? И запомнили. Значит, вы хотите только ее наказать. Потому что когда они с ней встретятся, может быть у них всплывет моя история, может быть. Преодостейки всех. Понятно. Это благородная мысль. У него другие цели. У него другие цели. Секундочку, будьте любезны. А хорошо, Ириша, я это... Я не против вас. Я хочу, чтобы после этой программы люди, увидев весь этот кошмар, задумались о другом. Прежде всего о вас. Знаете почему? Потому что если вы хотите, даже будучи в тяжелом внутреннем состоянии, ну нельзя же терять голову совсем. Понимаете? В результате вы продали квартиру, вы не купили дом, вы лишили денег своих родных, свою семью, близких. Вы наделали массу глупостей. Вот это мадам, Андрей, мне мадам сказал, в церковь, говорит, может не ходить, там ничего нет. Там, говорит, пусто и холодно. Ну так такой вы верующий. Все-таки мне кажется, что будет намного жизнь лучше, если люди будут начинать с себя думать, как я поступил, правильно или неправильно. И для вас это должен быть самый большой урок. Загляните себе в душу. Если вам там нечего увидеть, ну действительно, пойдите в храм, встаньте перед иконой, подумайте. Наедине с собой. Что вы делаете? Ну нельзя же, ну сейчас выйдешь, ну смешно. Давайте сейчас поперемся на короткую рекламную паузу. Друзья, если вы вместе с Татьяной тоже уже ждали конца света, позвоните к нам в редакцию. После рекламы мы продолжим. Не переключайтесь. Друзья, пусть говорят. Какой ценой приходится расплачиваться за полученные знания в жизни? Московский институт духовной культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия проводит набор студентов. Круглогодично. Возраст, образование, прописка и регистрация значения не имеют. Обучение платное, звонить по телефону. Такие объявления на протяжении уже пяти лет можно было встретить на воротах многих столичных храмов и монастырей. Сотни людей стали студентами таинственного института, о котором ничего не знают ни в Министерстве образования, ни в Патриархии. А ректором, финансовым директором, преподавателем и автором всех учебников гастранового вуза был один единственный человек. Кто он на самом деле? Мошенник или подвижник? В нашей студии во время рекламы к нам присоединились студенты Института духовной культуры святых Кирилла и Мефодия, Геннадий Ильич Грибцов и Ольга Алексеевна Поленова. Добрый вечер. Ну, можно сказать, что вы уже вышли из студенческого возраста. Что привело вас учиться? Ну, очень захотелось получить право, так как я до сих пор все еще учитель, получить право Слово Божие нести детям. А почему вы не обратились в лицензированное учебное заведение Русской Православной Церкви? Ну, наверное, вы догадываетесь, потому что любое учебное заведение имеет ценз возрастной. Вы знаете, нет Свято-Тихоновский университет, в котором я заведу кафедру. У нас есть программа дополнительного образования без возрастного ценза. И там студенты много старше вас, смею вас уверить. Вот сейчас мы видим занятия в классе. Всяд иконы, ректор ведет занятия. Все так внешне выглядит очень даже прилично. Я вижу, что вы пришли с зачеткой. Можно посмотреть, как вы учились? Настоящая зачетная книжка, печать, все. И скажите, вам было учиться интересно? То есть вы для себя что-то узнавали новое? Ольга, вы тоже... Я ничего, исключительно все то, что написано в книжках, то же самое он и читал... В каких книжках-то? В его. В его собственных. Да. То есть у вас какие-то подозрения были или нет? Понимаете, для первого занятия не было, тем более, что первое занятие было по русскому языку. Но это для учителя просто общение со своим коллегой. Очень приятно мне было слушать, как его жена ведет преподавание русского языка. Но дальше-то дело не шло. Не на каждом занятии были богословские какие-то дисциплины. Допустим, одно занятие только русский язык. И было еще введение в профессию, но это он читал. Когда я на одном занятии сказала вслух, так для себя, ничего себе, это второй раз уже одно и то же. Рядом со мной сидит женщина, говорит, а второй год не хотите? Одно и то же. Я говорю, и вы способны это терпеть? А что делать, она мне говорит. Простите, вы платили деньги, нелегким трудом заработанные. Что вам обещали в результате? Какую профессию? Обещали специальность по теологии и профессия теолога. Потому что сейчас и самое время пригласить в эту студию ректора этого института Максима Вячеславовича Бахтина. Встречаем его. Максим Вячеславович, добрый вечер. Здравствуйте. Вот здесь ваши студенты рассказывают, что как-то они разочарованы тем, что они получили, какие знания они получали у вас в институте. И, в общем, у них подозрение, что это все выкачивание денег в никуда. Дело в том, что учебная нагрузка распределена таким образом, что далеко не все педагоги читают лекции в том или ином семестре. И ничего удивительного в том нет, что в первом семестре изучаются занятия общегуманитарного и социально-экономического циклов. Что касается выкачивания денег, то фраза, по-моему, не вполне корректно поставлена, потому что понятие выкачивания подразумевает некое насилие над человеком. Например, психологическое. Да, например, психологическое насилие. А в то же время, в соответствии с уставом нашего ВУЗа, который называется Московский институт духовной культуры, сказано, что ВУЗ имеет право принимать и аккумулировать добровольные взносы российских и зарубежных граждан. Но существует этот ВУЗ в природе или регистрация вымышленная? Наш институт, Московский институт духовной культуры, был зарегистрирован в управлении федеральной службы по городу Москве 18 июля 2007 года. В качестве чего? В качестве негосударственного образовательного частного учреждения высшего профессионального образования. История, если у меня есть... Так в чем же вас тогда обвиняют сегодня? Почему уголовное дело заведено на вас? Ну, потому что у нас есть конкуренты, у нас есть противники. И противники завели уголовное дело? Конечно. А почему весь интернет кишит сообщениями о том, что вы аферист, о том, что преподаете вы один, что никакого образования не дается, что лицензии нет? Ну, понимаете, в интернете сказано так, что я и в духовной академии-то не учился. А где тогда заповедь номер... А где вы учили? У вас есть диплом в духовной академии? А где заповедь номер 6 из Ветхого Завета? Конечно, есть диплом. Вот в Батюшке, в Батюшке. В Московской духовной академии? Да, пожалуйста, вот он. Как вы тогда объясните, что Московская духовная академия сделала заявление о том, чтобы не сотрудничать с вами? Вам известны... Вот у меня этот документ в руках. 4 июня 2008 года. На сайте Патриархии.ру. У вас хорошо со слухом, Максим Вячеславович? Или вы предпочитаете невыгодные вопросы и не слышите? Что касается заявлений пресс-службы МДА, конечно, это обман. У нас вуз светский, у нас не семинарий, нам благословление на это не нужно, вот Максиму Вячеславовичу было получать на духовную деятельность. Это не семинарий, который готовит... Простите, православный называется, почему тогда православный институт? Потому что мы учимся по тем же учебникам, которые учатся и в семинарии, в общем-то, мы учим православную веру очень подробно. Чтобы православную веру учить, нужно иметь духовное образование. Вот это вот фальшивка. Два года я ровно отучился, два года. Постоянные переезды. Было это? Нет. Давайте по очереди. Я готов отвечать на вопросы. Послушайте, а можно мне защитить человека? Друзья, давайте сейчас переезды. Что кроме переездов еще вы можете поставить в вино? Отсутствие базы учебной, отсутствие помещения. Я без малого 40 лет преподаю в университетах, светских причем, и я знаю, что такое пройти лицензирование по-настоящему, а не липого. Какие нужны были корочки, какие нужны были помещения Иисусу, когда он водил попустыни вообще? Я не могу сказать. Ну что, людей, которые... Давайте посмотрим фрагмент лекции. Внимание на экран. День по-белой, как он был от нас далек, как шитает уголек. Были мертвы, отдаешь их в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Максим, что это мы видим на экране? Скажите, День Победы вы отмечаете? Да. То есть вы отмечаете светские праздники, да? Сколько дней в неделю вы занимаетесь? Мы отмечаем главным образом светские праздники, потому что мы являемся светским вузом. А почему вы добавили тогда святых Кирилла и Мефодия к своему названию? А потому что Кирилл и Мефодий не только святые отцы, но это учителя грамотности. И поэтому же вы на фоне храма фотографируетесь, распространяете свои фотографии, намекая на свою связь с церковью. Вы утверждаете, что это светское учебное заведение. Разговариваете вы, как отрешенный от церкви монах. Ваш блистательный руководитель очень грамотный человек. Очень хорошо подготовленный. Очень хорошо умеет пользоваться как социальными всякими вещами, так и психологией. Он, манипуляция, сейчас, к сожалению, батюшка, модной темой православия и духовности, она выигрышна. Она реально выигрышна. Документ его о окончании высшего духовного, он липовый там справка, удостоверяющая о том, что он прослушал курс. При становлении любого коллектива, при становлении любого вуза, всегда есть переходный период. Всегда есть какие-то проблемы, какие-то вопросы. Поддержки нет ни от государства, ни от официальной организации РПЦ. Нет никакой поддержки. И когда человек свою творческую инициативу вкладывает в СИСЭЛО в то, чтобы послужить Богу, послужить людям, скажите, пожалуйста, сколько вы вообще времени учились? С какими преподавателями вы общались? Весь октябрь я только училась. И мне позвонили и сказали, а вы готовы экстерном сдавать экзамены? Но занятий-то больше не было. Были приглашения в поездки, это считается нормой... Сколько вы заплатили денег за это? 12 500. 12 500. 12 500. За какое время вы занимались? За октябрь. За месяц? Нет, я уплатила за по годе. Ну сколько вы по времени занимались? Сколько? Сколько вы по времени занимались? Только 4 субботы в течение... 4 дня. 4 дня в месяц, 4 субботы. 4 дня всего, значит, 12 тысяч разделить на 4 по 3 тысячи вечер. Да. Значит, простите, у меня очень конкретный вопрос. Нет. Вы хотели что-то познать, да? Да. Вы за это время познали хотя бы на эти 12 тысяч или нет? Ну, Господь, конечно, не на какие-то... Нет. Совсем нет. Нет. Ну, считайте, вы потеряли 12 тысяч. Ну, что дальше? Согласна. Ну, уронили. Ну, все. Ну, нету их. Ну, растелось. Вы знаете... Ну, или дали фальшивые, часто бывает так. Это не самое страшное, разумеется, деньги. Простите, простите. Значит, проблема в другом. Вы хотите обвинить этого человека. Я не склонна его обвинять. У меня нет на это прав. Но мне нравится, что этот человек своей энергии хотел привлечь людей для изучения все-таки слова Божьего. Это хорошее начало. Он еще молод. Он хотел это сделать. Может быть, у него нет определенных дипломов. Но желание это у него было хорошее. Давайте сейчас мы беремся на короткую рекламную паузу. А далее в нашей программе личный секретарь Максима Бахтина. Он утверждает, что он знает все о личных финансах ректора Оборотня после рекламы. Пусть говорят, что какой ценой приходится расплачиваться за полученные знания. Московский институт духовной культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия проводит набор студентов. Круглогодичный возраст, образование, прописка и регистрация значение не имеет. Обучение платное звонить по телефону. Такие объявления на протяжении уже пяти лет можно было встретить на воротах многих столичных храмов и монастырей. Сотни людей стали студентами таинственного института, о котором ничего не знают ни в Министерстве образования, ни в Патриархии. Кто же был ректором этого института? Подвижник или обычный мошенник? Сейчас в эту студию я хочу пригласить личного секретаря Максима Бахтина, который утверждает, что знает все о жизни ректора. Антон Андреевич Ефимов. Его признание. Ольга Геннадий, ну что же вы молчите? Я тоже человек-мошенник, который, так сказать, крушит веру людей, в общем, вероломно себя ведет. Вот. Я сам познакомился с Максимом Вячеславовичем в сентябре прошлого года. Я приехал на собеседование, и так получилось, что на этом собеседовании вот в храме всех московских святых Биберева Максим Вячеславович меня заставил ждать три часа. Потом он мне сказал так. Вы будете у меня или заместителем директора издательства, или менеджером по издательским делам, возможны карьерные перспективы. Ну, а потом оказалось все, значит, все неправда. Значит, во-первых, я никакими издательскими делами не занимался. Мне Максим Вячеславович доверенность выписал, но, правда, она не была заверена нотариусом. Ну, в общем, получилось, что мне пришлось выполнять обязанности в основном курьера. Ну, это личные претензии, Антон Андреевич. Я все-таки, вот сейчас вы достаточно жесткий обвиненник, да? Он мошенник, он самозванец. В чем? В том, что он вам написал расписку. Знаете, я тут тоже некоторым давал деньги в долг, и до сих пор не могу. Нет, ну, дело в том, что он-то представлялся как лицо, руководитель именно Института Духовной Культуры, который вот выступает как православный миссионер, там книжки его я... Ну, Кандуланин, может быть, незнакомым людям может тоже сказать, что она Анжелина Джоли, да? Может быть, это ее внутренние ощущения, правильно? Я все равно домой приглашаю к Духовной Культуре. Он мне обещал, что вот со мной заключит трудовой договор. Говорит, мы с вами или на год заключим, или на несколько лет. Я говорю, ну, давайте на год сначала. Он все это не исполнил. Прежде чем заключается трудовой договор, проходит человекоиспытательный срок. В любой организации. Атон Андреевич этот испытательный срок не прошел, потому что все студенты высказались категорически против, чтобы выгнать этого человека с работы, поскольку все зачетки он испортил. И это подтвердят все студенты. Поэтому этого человека просто пришлось уволить с работы и... Вот опять ложь. Опять ложь. Я сам ушел, по собственной инициативе ушел, потому что я понял, что я имею дело с обманом. У меня интересует другой, Андрей, все-таки. Мы не вернулись в теме. Мне кажется, недостаточно важно. Мне пришлось... Что все-таки вот эти люди действительно имеют против вас? И кто, скажем так, подговорил их? Кто сейчас выстает против вас и вашего института? Можно мне еще? Если мы говорим откровенно и используем эту трибуну. Я думаю, что их никто не подговорил. Дело в том, что массовое сознание, массовое сознание человека в частности, оно ведь очень гибкое, как пластилин. Вот все здесь сидящие в зале могут сначала высказываться в пользу этого человека, а потом в пользу того. Говорить, что это святой, а вот этот грешник. И потом поменяться местами. Это очень легко делается на самом деле. И отцы, которые здесь сидят в зале, они это прекрасно понимают. Так как с Христом было. Профессионалы о манипулировании людьми правильным. Поэтому не надо передергивать факты, отцы, не надо передергивать факты. Я их констатирую, а не передергиваю, в отличие от вас. Есть факты деятельности организации. Организация действительно существовала и создавалась именно с целью просветительства. И название, которое мы избрали, Московский институт духовной культуры, прямого отношения к церкви не имеет. Почему ваш помощник называет себя отцом и священником? Это не помощник, это отец Иордиакон, и он преподаватель. Можно я завершу? Не надо меня перебивать. Меня положил епископ Панкратий. Какой? Какой-то Панкратий. Что это за епископ Панкратий? Не надо меня перебивать, пожалуйста. На месте Кваламского монастыря. Да ну. У вас есть ставленческая грамота? У меня есть подобная грамота, я сейчас с собой не взял. Я сейчас... Проверим. Пожалуйста, проверяйте. Я заштатный священслужитель. Но с другой стороны, вот этот человек, который... Люди встречаются в храмах. Андрей, можно? Не проповедить от духовной культуры. А вот этот человек, который в храме, это священник или нет? Андрей. Кто, кто, кто? Вот человек, который сидит с крестом с большим, это священник или нет? Конечно, это отец Лев. А где документы? Можно посмотреть? Ну... Да почему вы должны... Вы знаете, документы, вот можно я скажу? Вот когда... В облачении я должен невежливое решение сделать... Вот на... Пока вы ищете документы, я скажу... В конце концов, что это за человек? Вы все обманывали. Да. Настоящий отец в облачении, во всем, и вы его так унижаете на передаче. Разве это допустимо, если вы относитесь к этой культуре? Я вообще не понимаю, вот взрослые люди здесь сидят, за каким-то младшим... Вы знаете, мы много здесь говорим о том, имеет ли отношение данный институт к церкви. Это вопрос спорный. Мы говорим о том, имеет ли место факт мошенничества. Это пускай устанавливает УБОВ. Но мне лично непонятно, какое отношение это заведение имеет к образованию, тем более к высшему образованию. Я вижу здесь ту словку. Давайте сейчас, чтобы разобраться, какие претензии выдвигаются против Максима, пригласим сюда в студию представителя УБЭПа Сергей Алексеевич Гойтов. А можно мне еще высказаться? Сергей Алексеевич, что за дело заведено сегодня на Максима? Добрый день. Дело в том, что сказать, что просто заведено дело, это мало. Сначала была предназначена проверка нами по обращению Рособорнадзора. В результате проверки было установлено, что так называемое образовательное учреждение, которое представляет господин Вахтин, не имеет, скажем так, документов, которые дают право на осуществление образовательной деятельности и получение за это платы. Для того, чтобы осуществлять образование, то есть оказывать образовательные услуги, нужно сначала зарегистрировать юридическое лицо, открыть счет, на который будут от студентов поступать денежные средства за образование. Потом, соответственно, получить лицензию, аккредитацию. Так лицензия была и аккредитация. Извините, тут было сказано о том, что были попытки получить эти документы, но этих документов полученных не были. Пытаться выдать желаемое, действительно, тоже, в принципе, это нормальная ситуация, к сожалению, в последнее время. Итак. А как же брались деньги тогда? Деньги брались наличным способом, путем написания расписок, потом, видимо, клались в карман или каким-то образом использовались. В соответствии с положением о лицензировании, образовательные услуги возможны в виде разовых лекций, стажировок, семинаров, что и проводилось нашим вузам до получения лицензии. Это первый этап. Только после прохождения вот этого первого этапа возможна подача документов на лицензирование, что нами и было сделано. Мы проходили все ступени. А вы сообщали людям, что это первый этап, что это разовые лекции? Конечно, разумеется. То, что мы не получили лицензию, это субъективный фактор. Я не имею права сейчас называть эти фамилии, но при необходимости я их назову. Вот Сергей смеется почему-то. А почему так? Конечно, мне смешно на самом деле слышать это, потому что если, так сказать, здесь собравшиеся взрослые люди, думают, что придя, допустим, в такое, так сказать, образовательное учреждение, кто-то услышал, что, дорогой мой, давай, как бы, вот, деньги, а мы за это тебе, вот, какие-то лекции вводные прочитаем на протяжении не одного года, ну, вряд ли этот человек будет, скажем так, всерьез воспринимать это образовательное учреждение. Давайте пригласим сюда преподавателя этого института, Любовь Рожкова. Что расскажет она? Встречаем, Любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь Петровна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы считаете, вот здесь претензии Ольги, Геннадия, они обоснованы или нет? Глубоко уважаемая аудитория, я хочу пояснить, прежде чем сказать, ответить на ваш вопрос. До, так скажем, сегодняшнего дня я была депутатом Государственной Думы и, более того, возглавляла комитет в Государственной Думе по образованию, культуре и науке. Как до сегодняшнего дня? Это что же за комитет такой? В каком году это было? Значит, уважаемая аудитория, я могу много сказать о деятельности нашего комитета, но не буду. Что вообще у меня вызвало очень большой такой вопрос, как аудитория реагирует на то, что вот образовывается новый вуз. А почему его не образовать? Если для этого есть все правовые основы. Какую дисциплину вы преподавали в институте? Я скажу. В этом вузе первый раз меня попросил Максим Вячеславович выступить перед аудиторией с вопросом о религиозном образовании в России. А второй раз я была и говорила о русской культуре. Что здесь плохого, я не знаю. Подождите. Заинтересованность аудитории была удивительная. Удивительная. Нет, если смотреть на Ольгу, то я понимаю, что она может действительно смотреть широко раскрытыми глазами, слушать внимательно и даже не оппонировать, даже если она заплатила свои собственные деньги и понимает, что ее обманывает. Вот видите, я тоже не видела эту студентку, но я говорю о том впечатлении, которое, так скажем, на меня вообще аудитория этого вуза произвела. От образования и возраста. Да, образование может быть по разным направлениям, уважаемые. Конечно. А почему в Москве некому о культуре русской говорить? А почему я не могу о ней говорить? Я хочу сказать, пожалуйста, почему я не могу о ней говорить? Конечно, понятно, как было. Я все-таки не доставлю. Нет, ну еще-таки, вам не кажется, уважаемые гости, что достаточно странная какая-то история. У нас есть ректор несуществующего, недорегистрированного института. У нас есть фальшивый священник. У нас есть фальшивая матушка у нас сегодня в студии. Просто такой... И вообще все фальшивый, в конце концов. Нет, я хочу сказать, что мне все достаточно симпатично, что может быть делает Максим, если бы это все, а, называлось институтом, б, если бы всем людям честно говорили, что, ребят, 12 тысяч взнос, мы за эти деньги. Два раза ездим в монастыри, один раз ходим в кино, два раза у нас банкет и четыре лекции мы получаем за это, да? Такой кружок, кружок по интересам. Я на протяжении трех лет являюсь слушателем, студентом этого института, и до сегодняшнего времени все наполняемости было от 30 до 40 человек. И тут выясняется, что два человека нарушили весь мой учебный процесс. И теперь я являюсь якобы псевдо-студентом. Значит, прежде чем начать образовательную деятельность, нужно получить все необходимые документы. И только с этого момента оказывать образовательную службу. Все то, что было до этого, без получения документов, образовательную деятельность назвать сложно. Более того, в ходе проведения проверки нами было проведены так называемые оперативно-розыскные мероприятия. Вот, в ходе которых господин Бахтин обещал людям, которые к нему пришли, что в этом институте уже есть лицензия. Уже есть все необходимые документы. Более того, была даже обещанная срочка от армии. То есть, здесь говорить о том, что люди ставились в курс дела о том, что только получаются документы, только заявка на них оформляется. Здесь вообще нет смысла, потому что этого не было. Было только введение в заблуждение. Ирина, о чем эта история для вас, вот, глядя со стороны? Ну, для меня, прежде всего, что, конечно, очень трудно в сегодняшних условиях сделать какое-нибудь дело. Только одно. Если вы действительно хотите этим заниматься, для вас это, конечно, мощнейший урок. И попробуйте наладить взаимоотношения с теми организациями, от которых зависит ваша, как ты сказала, корочка, да? Что у вас были все официальные документы. Но ваше желание, оно для меня дорого, все равно. Потому что я вижу, что вы хотели людям открыть в этой жизни, наверное, это очень благородные помыслы. Я бы пожелала вам, ну, каким-то образом от этого не отходить, а это в себе дальше развить, учитывая все ошибки, которые были. Но все-таки делать ваше благое дело. Вот то, что я сегодня услышала. А вот Андрей... Это благое дело ничего не стоило Максиму Вячеславовичу делать в качестве преподавателя воскресной школы для взрослых при храме. И эти 30-40 человек, если бы он получил благословение у настоятеля. И духовную потребность он мог удовлетворить полностью благородную. Наложивать контакты с теми органами, которые выдают соответствующие документы, нам не привыкать. Может быть, это сделать? Да. Я бы хотел сказать, у меня выводы противоположные. У меня вывод того, что очень много мошенников и самозванцев. И люди слишком доверчивы, люди слишком доверяют. Поэтому есть такой золотой принцип. Вначале доверяй, но проверяй. Проверяйте, пожалуйста. Истина не боится проверок. Истина не боится сомнений. Чем больше вы проверите, если это истина, она там и останется. Наша программа подходит к концу. И в заключение хотелось бы сказать, что внося плату за обучение, подумайте и проверьте, не входит ли в нее плата за вашу наивность и доверчивость. И сколько может стоить сорванное объявление на дороге. На сегодня все. Берегите себя, это и близко. До свидания. В нашем следующем эфире. Сибирячка Татьяна вышла замуж за азербайджанца Юдулу, которого все в тех краях называли Яшей. С появлением дочери их дом наполнился радостью и светом. Девочку назвали Айгунь, что в переводе с азербайджанского значит солнце. Айгунь не было и шести, когда отец выкрал ее у матери и увез из Сибири в горное село. Чтобы дочь не плакала и не рвалась домой, папа сказал ей, что мама умерла. Однако девочка так до конца и не поверила смерть матери. И однажды Татьяне в село Борисово Иркутской области пришли скупые строки телеграммы из Азербайджана. Если хотите узнать про меня, позвоните. Айгунь. Скупые строки. Впервые спустя 11 лет мать и дочь встретятся в нашей студии.